Доброе утро! Доброе утро! Кроме того, если вы углублялись, на что направлены исследования виза, то вы видели, что там есть такое новое понятие, как самочувствование школьников. То есть попросту школьник должен быть счастливым и хорошо моделированный. И предполагается, что именно эти условия позволят ему быть успешным и в академической области. Поэтому, если уж честно анализировать, то, на мой взгляд, это просто две взаимные задачи. Потому что и качество образования ценится по способности детей действовать в жизненных ситуациях, и ситуация счастья и удовлетворения – это тоже задачи из области воспитания, ради чего мы сегодня и собрались. У нас сейчас зарегистрировалось более 150 человек, идет трансляция в отдельных аудиториях. Поэтому мы приветствуем еще и тех, кто смотрит нас по трансляции. И у нас 12-я конференция, я напоминаю. Я вижу в зале участников таких, которые уже давно и стабильно посещают эту конференцию. Есть новые лица. Разрешите слово для приветствия предоставить первому заместителю министра образования, Даля Викторе Миноносову. Спасибо, уважаемые коллеги, уважаемые участники конференции, уважаемые коллеги. От имени Министерства образования Красноярского края разрешите всех вас поприветствовать и благодарить за тот интерес, который вы проявляете в тематике нашей конференции. Тема гражданское образование, поиска современных форм воспитания, ответственности школы, роли других социальных институтов, формирование училых навыков и компетенций, необходимых для успешного взросления и самореализации подрастающего поколения, была и остается достаточно актуальной. Обсуждение и осмысление обозначенных вопросов на площадках конференции гражданское образование, как уже сказала Елена Анатольевна, проводится действительно уже 12-й год. Первая конференция проходила в Красноярске в 1998 году, где участниками стали ученые и педагоги, лидеры международных, российских и региональных проектов в области гражданского образования. И действительно в этом зале сегодня присутствуют те, кто начинал это замечательное доброе дело в 1998 году. Поэтому я хотела бы особо поблагодарить вас, коллеги, за вашу преданность этой тематике и этой конференции. С 2009 года конференция стала ежегодной и своей актуальной тематикой определила рассмотрение вопросов становления личностной и гражданской идентичности человека, гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений, развития общественно-государственной системы и современной инфраструктуры воспитания, формированию подрастающего поколения навыков и компетенций будущего, консолидацию усилий общественных и гражданских институтов, сетевых и профессиональных сообществ в области воспитания. Многие из обсуждаемых и решаемых прошедшими конференциями задач сейчас обретают особое обновленное и актуальное значение. Сегодня основанием для определения основного вектора воспитания и гражданского образования становится целью национального проекта образования. Обозначенные президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным в его указе от 7 мая 2018 года. Как уже говорила сегодня Елена Анатольевна, действительно есть две рядом положенные задачи, цели. При этом мы точно понимаем, что то, что связано с первой задачей и первой целью обеспечения глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождения российского образования в десятку лучших стран мира по качеству общего образования, здесь мы относительно понимаем, какие на сегодняшний день разворачиваются основные ключевые действия на уровне и Российской Федерации, и на уровне регионов. При этом должны точно констатировать, и мы это говорили на гражданском форуме, о том, что вторая цель воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации исторических и национально-культурных традиций пока до конца не осмыслена, как на федеральном, так и на региональном уровне. Поэтому, с нашей точки зрения, сегодняшняя конференция носит очень важную задачу. Государственный запрос с учетом вызовов нового времени на формирование образованного, открытого, профессионально гибкого, социально ориентированного и ответственного, чувствующего себя комфортно в мультикультурной среде молодого человека с устойчивым духовно-нравственным потенциалом, стал основополагающим при разработке федеральных и соответственно региональных проектов в рамках национального проекта образования, таких как социальная активность, социальные лифты, новые возможности для каждого, молодые профессионалы, успех каждого ребенка, цифровая образовательная среда и проекта социальная школа. Уважаемые коллеги, напомню, что федеральную и региональную политику в области воспитания задают и другие статистические документы. Это государственная программа патриотического воспитания граждан Российской Федерации до 2020 года, соответственно региональном уровне концепции развития системы патриотического воспитания и гражданского образования в Красноярском крае, региональная программа патриотического воспитания граждан в Красноярском крае на 2017-2020 годы. Стратегическое развитие воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, соответственно комплекс мер на федеральном уровне по реализации этой стратегии до 2025 года. И, соответственно, комплекс мер, разработанный на уровне нашего региона, это комплекс мер по развитию стратегии развития воспитания в системе образования Красноярского края на 2016-2020 годы. Это комплекс мер по реализации стратегии развития воспитания в Российской Федерации в целом. Это концепция развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних до 2020 года. Это стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года. Соответственно, это план мероприятий по реализации в крае этой стратегии до 2025 года. Это план мероприятий по реализации в крае до 2021 года стратегии государственной национальной политики и государственной программы Красноярского края, молодежь Красноярского края в 21 веке. Отмечу, что документы регионального уровня, определяющие задачи в области воспитания, как вы обратили внимание, завершает свое действие в основном в 2020 году. Поэтому нам необходимо сделать следующий новый шаг, сформулировать региональные подходы в области воспитания и гражданского образования на досрочную перспективу, максимально учитывая все особенности текущей ситуации и важность системы работы. Поэтому сегодня перед конференцией стоит задача дать старт обсуждения концептуальных подходов к воспитанию в крае, на которые мы будем операцией, выполняя указ президента Российской Федерации. Полагаю, что программа конференции позволит обеспечить решение указанной задачи. Надеюсь, что пленарные доклады, а затем пленарная дискуссия позволят нам не только поставить вопрос о месте и роли становления глобальной, российской, региональной и цифровой идентичности как отдельной задачи, но и дадут импульс к поиску концептуальных подходов в области гражданского образования на всех уровнях и во всех сегментах краевого образования. Мы понимаем, что в эпоху растущих глобальных экономических, экологических, политических рисков перед молодым поколением остро встает задача суметь обеспечить устойчивость и жизнеспособность нашего общества. В связи с этим глобальная идентичность, то есть отождествление себя с человечеством в целом, становится необходимым условием для выживания молодого поколения и мира в целом. Чтобы молодежь могла решать сложные проблемы мирового значения, образование должно быть ориентировано на развитие способности применять знания в жизненных ситуациях, то есть функциональная грамотность, критического мышления, креативности, совместное решение проблем, качеств, позволяющих прогнозировать тот событий в будущем и совместно принимать решения. Мы планомерно переориентируем краевую систему на указанный перечень результатов, согласованные и принятые мировым образовательным сообществом, странами, входящими в организации экономического сотрудничества и развития, являющимися основанием для проведения международных исследований качества образования, по результатам которых и будет оценена конкурентоспособность российского образования и возможность сходения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Воспитание глобальной гражданственности должно происходить с учетом обязательного сохранения национальной идентичности. Иными словами, глобальная идентичность и патриотизм должны усиливать, а не ослаблять друг друга. Формирование российской идентичности и патриотизма обеспечено не только стратегическими документами, но и целым спектром событий, важных и значимых для каждого россиянина и в целом для нашей страны. Совершенно точно понятно, что важной воспитательной инициативой должно стать празднование 75-летия Великой Победы. Напомню, что в целях сохранения исторической памяти и вознаменования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне президентом Российской Федерации подписан указ о проведении в 2020 году года памяти и славы. В настоящее время в крае развернут ряд инициатив и проектов, направленных на сохранение исторической памяти молодого поколения. Надеюсь, что многие из них будут обсуждены сегодня в ходе работы наших площадок. Отмечу, что в рамках реализации региональной программы патриотического воспитания граждан в Красноярском крае в крае реализуются проекты и акции, направленные на воспроизводство исторической памяти, сохранение преемственности поколений, осмысление связисти воинского подвига, мужества и героизма, долго служения Отечеству молодого поколения. Это фестиваль школьных музеев, клубов патриотической направленности, военно-спортивная игра Победа, фестиваль о России с любовью, посвященный Дню Россию, акция «Обеллист», несение почетной караунной службы «Кост-1», которые восстановлены, и многие-многие другие. С 2010 года в Красноярском крае ежегодно разрабатывается и реализуется краевой школьный календарь гражданского патриотического образования и воспитания, который, с нашей точки зрения, должен стать ресурсом для школьных практик воспитания, направленных на формирование российской гражданской и культурной идентичности учащихся. При этом мы точно понимаем, что он требует доработки, осмысления, и я думаю, что это тоже станет предметом обсуждения. При этом хочу отметить, что в рамках школьного календаря и в рамках празднования 85-летия образования Красноярского края было обеспечено проведение не единого урока «Прошлое, настоящее и будущее моего Красноярского края», направлено на познание истории и перспектив развития Красноярского края и родного поселения через значимые события, судьбы великих красноярцев, историю своей семьи. В канун юбилея был проведен краеведческий урок «85 фактов о Красноярском крае» с использованием книги и информационных методических материалов в этой книге «Красноярский край. 85. События и факты». Эти методические материалы и, соответственно, книга о Красноярском крае направлена во все общеобразовательные школы нашего края. Считаю, что это позволит закреплять знания об истории и достопримечательностях края, природных богатствах, выдающихся в земляках, воспитывать у детей чувство гордости за свою малую родину и желание сделать что-то полезное для своего края. Традиционным для российского образования является решение задачи воспитания средствами учебных предметов. Эта традиция в настоящее время поддерживается рядом новых предметных концепций. Так, ключевым компонентом историко-культурного стандарта является формирование многоуровневой идентичности. Предметными концепциями по истории и географии поставлена задача становления региональной идентичности. В условии дефицита кадров для развития экономики края она является чрезвычайно актуальной. И думаю, что эта тема тоже для обсуждения на наших площадках в рамках конференции. В условиях массовой цифровизации нам необходимо обратить серьезное внимание на становление цифровой идентичности. Количество активных юных пользователей сети за последние три года выросло в два с половиной раза. Коллеги, мы должны четко понимать, что в современной культуре в условиях глобального мира сетевая социализация становится одним из ведущих факторов становления идентичности личности. В настоящее время она во многом осуществляется за пределами системы образования, вследствие чего мы сталкиваемся с серьезными рисками стихийного формирования идентичности и ее негативными последствиями. Социальные сети способны опознать человека и предложить ему контент в соответствии с его образовательными запросами. Она же способна влиять на формирование этого запроса. Однако управление формированием идентичности в этой части остается ключевой задачей, в том числе образования. Но при этом в нашем арсенале пока мало практик в этой области. Надеюсь, что в рамках конференции вы тоже будете это обсуждать. Уважаемые коллеги, в настоящее время в Край включен целый ряд федеральных инициатив, направленных на решение задачи воспитания. Назову лишь некоторые из них. С сентября 2019 года в Край началась апробация, как и во всей России, примерная программа воспитания обучающихся, разработанная совместно с Институтом стратегии развития образования Российской Академии образования. Примерная программа позволит каждой образовательной организации, взяв за основу содержания ее основных разделов, корректировать их в соответствии с реальной действительностью, которую школа будет осуществлять в сфере воспитания. В нашем Красноярском крае в апробацию примерной программы воспитания включены 15 школ из 15 муниципальных образований. В программе конференции запланирована площадка с участием представителей школ апробаторов и федерального эксперта. Планируется, что по итогам апробации доработанная примерная программа с сентября 2020 года, то есть с нового учебного года, будет внедрена во всех школах не только Красноярского края, но и всей Российской Федерации. По итогам федерального конкурса крае вошел в состав 10 регионов, в которых будет разворачиваться и масштабироваться комплексная программа развития личностного потенциала благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее». Содержательные разработки в проекте осуществляют ведущие ученые Московского государственного психолого-педагогического университета. В рамках этого проекта планируется внедрение учебного металлического комплекса социально-эмоционального развития детей, проектирование изменений образовательной среды в образовательных организациях, повышение квалификации педагога. Край взял на себя обязательства в ближайшие 4 года масштабировать указанную программу в 10% наших образовательных организаций. В целом в крае в рамках обозначенных направлений сформировались, безусловно, собственные заработки, заделы и практики. Так, в прошлом году во время экспертной сессии регионального атласа образовательных практик, которые создаются в нашем крае, в направлении становления вкладов жизни школ как факторов духовно-нравственного развития обучающихся и обновления практик воспитания, на общественно-профессиональную экспертизу были представлены 126 таких практик в области воспитания. Другой интересной инициативой стал провел конкурс для педагогов онлайн-дебаты «Навыки будущего» направлены на своими педагогами актуальных в том числе и центровых умений в области воспитания и гражданского образования. Стоит отметить, что данный проект вошел в перечень проектов инициативы агентства стратегических инициатив 100 лидеров развития новых подходов в образовании по направлению «Навыки будущего». На основе модели конкурса «Онлайн-дебаты гражданской компетентности» проведено исследование уровня развития гражданской компетентности в крае более 1100 представителей школ нашего региона. Думаю, что сегодня также будет обсуждаться этот достаточно интересный опыт. В целом, высокая скорость изменений в сфере воспитания демонстрирует запрос на системную работу, которую нужно выстроить, таким образом, чтобы процесс воспитания проходил комплексно, создавая условия для самореализации личностного благополучия и эффективной деятельности учащихся во всех сферах их жизни. И завершить свое выступление мне хотелось бы цитатой нашего президента Владимира Владимировича Путина об актуальности гражданско-патриотического воспитания. Получить знания – это непросто, но это все-таки вторично по сравнению с воспитанием человека, с тем, чтобы он должным образом относился и к себе самому, и к своим друзьям, и к семье, и к родине. Это абсолютно фундаментальные вещи, и только на этой базе можно рассчитывать на то, чтобы человек стал полноценным. Уважаемые коллеги, сложность современного мира объективно требует от нас наращивать скорость наших изменений. Надеюсь, что на сегодняшней конференции в диалоге нам удастся найти методические, технологические и управленческие решения, которые обеспечат актуальность и эффективность системы краевого образования, как для решения государственных задач, так и для решения задач развития каждого участника образовательного процесса. Я желаю вам всем интересной и плодотворной работы. Спасибо большое, Наталья Викторовна. Доклад Натальи Викторовны, наверное, правильнее внести к установочному докладу, нежели к приветственному слову. И мне кажется, та рамка, которая была задана, она действительно может и должна быть использована нам в работе. Значит, теперь договоримся давайте о способе работы. У нас очень плотная программа, поэтому я вынуждена буду отвечать за дедлайны. Поэтому, уважаемые докладчики, которые будут сейчас делать приветственное слово, когда я встану, это означает, что ваши пять минут закончились, я буду вставанием показывать это. Ну и сегодня очень приятно, что мы старались пригласить всех партнеров, родоначальников этой конференции и этой темы. Поэтому Александру Геннадьевичу я представляю с большим удовольствием слово, который с 1994 года закладывал традицию гражданского образования в Красноярском крае, в 1998 году поддержал ее на первой конференции. Вам слово. Я не знаю, ну давайте. Ну, сегодня чуть больше 20 лет к этой конференции. На самом деле, проблемы гражданского образования, в отличие значительно раньше, после принятия Конституции, Конституция определила, что мы должны быть с вами в гражданском обществе, при демократии и при внешней экономике. То есть новые социально-экономические условия. Этому надо было, конечно, учить население. А учить-то, в принципе, было в эти годы некому, потому что система политического образования, которую КПСС проводила, она разрушилась. Не было ни агитаторов, ни пропагандистов, ни других категорий. Не работали в университете партизма и ленинизма. Ну и часть этого направления решила на себя взять здание. В Красноярском крае, в этом случае. Я не знаю, как Александр Юрьевич Сумбуров скажет, как в России, но у нас, с 1994 года, мы подготовили концепцию гражданского образования. В этом нам помогли очень хорошо Немецкая Ассоциация Образования Взрослых, которая имела опыт в этом деле. Эту концепцию обсудили на конференции и вышли в администрацию края. Администрация края поддержала своим постановлением о проведении эксперимента по внедрению в систему гражданского образования в крае. И мы даже заключили договоры на ее внедрение, где и администрация края подписалась, и все, вот тогда были комитеты и управление, и министерство, и образование, и культура, и все подписали, что каждый взял на себя ответственность, что в этом плане сделать. И после этого были созданы центры гражданского образования в территориях, и у нас, соответственно, краевой центр гражданского образования. Немцы нам помогали финансово, мы маленько, как говорится, отрабатывали элементы гражданского образования, и потом вышли вместе с немцами на большую программу ТАСИС, создание системы гражданского образования в Центральной Сибири, Новосибирск, Новокузнец, Барнаул, Абакан и Красноярск, соответственно, как центр. Мы учили по трем направлениям, по трем программам. Значит, первое – это формирование гражданской политики в третьем секторе. Второе – это система непрерывного образования у муниципальных работников. И третье – это наша родная школа в демократическом обществе. Значит, по первой программе были поддержаны тоже и администрация края, и ряд постановлений, была создана ассоциация неполитических общественных организаций, потом была уже создана гражданская ассамблея, она как бы поглотила, мы еще и туда, и гражданская ассамблея вместе с агентством молодежной политики сейчас предваряет проект создания, развития гражданского общества в Красноярском крае, где есть раздел гражданского образования. Вот именно в последнем направлении хотелось бы вспомнить хорошим словом Кришкова Алексея Михайловича. Мы по своему направлению посылали его в Америку учиться, как молодого политика, и после этого, конечно, мы очень много сделали в развитии третьего сектора. Ну, второе направление – по муниципальным работникам мы отработали. Очень много различных категорий работали населения. В основном была правозащитная работа. И в результате прижилась очень хорошо форма такая, как Народный университет пожилых людей. Вначале это было гражданское образование взрослых. Ну и вообще, значит, сейчас Народный университет, мы вот в 2012 году заключили с Министерствами соцполитики и культуры договор такой по созданию Народного университета активное долголетие. И сейчас эти филиалы Народного университета работают во всех территориях края, от примерно 60 народных филиалов Народного университета, 4 тысячи слушателей. И, откровенно говоря, нет проблемы ни с посещаемостью, и конкурс поступления туда учиться. Вот. То есть это выходить именно от гражданского образования. И продолжение этой работы в этом направлении. Ну и школа в демократическом обществе. И это направление у нас ввел Фрумин, Исак Давыдович, вы знаете тоже. Многие его... Начинали мы также с создания ассоциации учителей за гражданское образование. Это направление очень хорошо поддерживала учительская газета методически. Ассоциацией мы занимались вопросами внедрения предмета граждановедения в школы. Реализацией проекта «Мой выбор» на стенках показаны, там есть. Вот. И... Очень хорошо и приятно сейчас слышать, что в чистом виде гражданское образование и осталось именно в народном образовании. И это ведет... Как раз мы вовремя стали, как раз, скажем... Ведет это направление института повышения квалификации. Значит, мы передали большую библиотечку по гражданскому образованию институту. И мне хотелось бы в заключение подарить исторические документы. Это первая конференция в крае 2004 года по гражданскому образованию, когда мы изучали, что такое гражданское образование в сущности. Это первая конференция 1998 года по гражданскому образованию и информационному век. И как итог в 2014 году мы подготовили такую монографию. Итогово, где гражданское образование, философские аспекты, как гражданское образование в школе, гражданское образование в вузе, гражданское образование в дружбе. С удовольствием вручаю и пожелания вы... Спасибо большое. У нас есть музей, и вы сделали нам действительно такой роскошный подарок, потому что в музее мы это обязательно поместим. Спасибо огромное. Ну и я не могу с радостью представить Елену Григорьевну, это тот человек, который первую конференцию гражданское образование информационный век, и даже не представляя новую должность Елену Григорьевну, всем она известна как лидер воспитательной работы в Красноярском крае. Спасибо, Елена Анатольевна. Огромное спасибо Наталье Викторовне за блестящее введение в ходный доклад, поэтому я сейчас сам постараюсь убежаться в 5 минутах. Мы действительно обзорно, но я обзорно про эти конференции не только про темы, когда мы в 2009 году начали, и тогда с нами уже работал Алексей Михайлович Кришко. Конференции, в которой каждый год, видимо, начали с 20-летия конференции, в этом году конференции прав ребенка 30 лет, и посвящение теме Туберевского, теме 70-летию исторического факультета нашего первого института, теме исторических событий, но в основном тема конференции, 20-летие Конституции, 70-летие Победы. Люди, которые создавали эту конференцию, конечно, уже звучали имена. Прежде всего, Татьяна Владимировна Болотина и команда, которых она объединяла по всей России. Это было время, когда закрывались центры гражданского образования, но один за другим в Красноярске не только не был закрыт центр, но и появилась наша конференция уникальная для России. Поэтому я здесь, основные без имена, Чечен, Собкин, Лесникова, Пронькин, Пасман, Иоффе, Фрумин, Поливанова, Прученков, Мартынова, Ермолин, Сидоркин и так далее. Также в Красноярске, это, конечно, и Константин Юрьевич Гуреев, и Рафиков, Новопашина, Володкевич, опыт куполномоченный по правам ребенка, и Альбина Битревна, и Ирина Юрьевна. Это всегда был центр, с кем мы обсуждаем тему. И Юрий Николаевич, москвич, и так далее, и так далее. Тема, каждая конференция, я сказала уже, она была связана с основной задачей Министерской. Это тема региональной модели развития гражданского образования. Затем, как мы понимаем, с 2012 года появляется тема воспитания. И если так, обратиться нормативных документов, когда мы начали конференцию, у нас не было для этой деятельности, кроме указа президента о памятных датах в 1995 году. Теперь этих документов серьезное количество, и федеральных, про этот обзор сделан блестящий, и региональных. Но абсолютно правильно, что надо делать новый шаг. Вот это важно. Изменить легко. Шаг развития сложно сделать. И сегодня шаг развития, конечно, вот важнейший у нас документ, который еще реализуется. Шаг развития вперед, на наш взгляд, потенциалом для него является то, что конференция объединяла, обращалась к тому, чтобы школа была открыта и внутрь, для диалога, для понимания, для научной базы, но и во вне социального института. И основными здесь партнерами нашими являются некоммерческие организации, общественный сектор. И, собственно, сегодня среди участников лидеры, участники самых таких активных, инициативных, мощных общественных организаций. Поэтому есть надежда, что решение сегодня нашей конференции, ну, возможно, там куда ход будет найден, это сложно, но постараемся. Всем успехов. Всего доброго. Спасибо, Елена Григорьевна. Андрей, ну вы уже не присаживайтесь тогда. Давайте я передам вам микрофон. Добрый день, привет, друзья. Ну, не повыскиваю слово, дорогие коллеги. Я, как и вы, по первому образованию, говорю с учителем. Сегодня, ну, у меня будет не доклад, у меня будет приветственное слово к вам от лица и партии, возможно, от лица церкви, если это по масштабной церкви. Уверен, что сегодня работа ваша продвижна, конференция состоится замечательно. Скажу вам простую вещь, которую вы все давно понимаете и знаете, но очень часто в процессе работы и новых наработок, выстраивания перспективы, закладывания целей, задач, которые движут нас постоянно и подгоняют вперед, мы забываем о самом главном, мы забываем о тех, кто реализует все. Реализует, конечно, все это всегда преподаватель и учитель. В Священном Писании всего три профессии называются освященными благословенным богом. Священник, учитель и врач. Поэтому ваша, собственно говоря, профессия, ваша деятельность, она является не просто профессиональной деятельностью, а деятельностью благословенной харизмой, то есть фактически призванием. Никогда не забывайте свое призвание, потому что именно оно является краеугольным камнем реализации всех тех планов, конструкций, всего того, что сегодня вы услышите от своих коллег, покажете свои наработки, что-то понравится, что-то будет отметено как несостоявшееся, либо еще пока что несвоевременное. Все это будет реализоваться только одним – вашей харизмой, ваше первое воспоминание о том, когда вы впервые вошли в класс, ваше воспоминание, когда вы получили этот самый теплом педагога и поняли, что вот, наконец-то я могу идти преподавать. Переживанием и, возможно, того, когда вы впервые увидели своего первого учителя, сказали, ну, я хочу точно так же. Это харизма, это призвание. Своё призвание вы не имеете никакого права потушить, потому что ответственность за это будет внести перед Богом. И оно является краеугольным камнем, еще раз напоминаю, вашей работы. И то, что приведет сегодняшнюю конференцию, которую вы начинаете, открываете, к реализации по-настоящему. Если это будут директивы, которые просто присылаются сверху, которые потихонечку кладутся под судно, то все то, что вы говорили, и от слова президента, и наши сегодняшние прекрасные речи, от докладчиков, они просто окажутся ничем иным, как стесанием звука. Но ни в коем случае не будут пущены в дело. Поэтому в помощи Божьей всем вам, дорогие друзья, которые сегодня участвуют в этом, напитывайтесь знаниями, напитывайтесь приемами, навыками, которые ваши коллеги изобрели, придумали, родили в муках. Но при всем при этом не забывайте про вас, про тот огонь, который горит в вашем сердце. Благодарю вас, спасибо большое с начала конференции. Жанна Савельевна, по-моему, тоже не нуждается в представлении, но я хочу сказать, что Жанна Савельевна сегодня на конференции будет удерживать две позиции. Одна позиция связана с нашими партнерами НКО, а вторая позиция – это родительская общественность. Светлана Елена Анатольевна, добрый день, уважаемые участники конференции. Мне очень приятно и хочу выразить слова благодарности и признательности оргкомитету, что родительскую общественность ей предоставили слово приветствовать вас. Я не случайно вывела слайд. Национальная родительская ассоциация – это Российская общественная организация. В Красноярске есть отделение, Красноярско-региональное. О деятельности отделения я буду рассказывать на четвертой секции, которая будет как раз посвящена семье, родительству. Ну и мне хотелось бы сказать, что, конечно же, родители – это те участники образовательного процесса, партнеры, можно назвать по-другому, но это, мне кажется, основной институт воспитания, семья, в которой находится ребенок большую часть времени. Сколько бы ни посещал он кружков, секций, различных программ дополнительного образования, он возвращается в семью, и от того, какая будет семья, она может выступать в качестве как положительного, так и отрицательного фактора воспитания. И здесь такой особой роль у семьи возникает вопрос о том, как сделать так, чтобы минимизировать вот это отрицательное влияние и максимализировать положительное влияние семьи. Родитель – это та профессия, которой никогда, нигде специально не обучают. И родители очень надеются на нас, педагогов, которые им помогут в развитии их компетенций, даже новых, которые они не имеют в современном мире очень нужных для воспитания детей. И я желаю всем нам успехов, удачи и надеюсь, что те цели, задачи, которые ставит конференция, мы сегодня сможем достигнуть. Спасибо, Санна Савельевна. Уважаемые коллеги, мы переходим к пленарной части. У вас у всех есть программы. Вы видите, что география пленарных докладчиков очень широкая. Это означает, что люди, помимо своих установок, которым они привержены еще, и расскажут об этой территории, в которой они находятся. И для нас это очень ценно. И я, пользуясь случаем, благодарю вас за переписку, за предварительное обсуждение, содержание докладов. И, значит, первый доклад, Александр Юрьевич, ваш. Современные тренды воспитания и гражданского образования. Спасибо. Уважаемые коллеги, во-первых, здравствуйте, во-вторых, мне очень приятно снова быть в Красноярске. Я был в прошлом году, в апреле, об этом не поговорить. В процессе подготовки вот этого доклада о правопроведительной практике в области гражданского образования, просвещении области прав человека. И мне очень сегодня, я уже с большим интересом, несмотря на ночной перелет и всего два с половиной часа сна, нахожусь здесь, потому что я вижу очень гармоничные, гармонирующие для меня слова и фразы. Во-первых, гуманитарные, вот здесь вот в этом облении, гуманитарные навыки, потенциалы школы. То есть человеческий навык. Что это гуманитарные? Это слово «человек». Гуманистические, можно сказать. Гуманитарные. Это все вместе связано. И во-вторых, сегодня уже на приветственных словах, во-первых, о необходимости соединения глобального понимания, глобальной идентичности и национальной, понимаемой как патриотизм, очень верные слова. И, получая приветственное слово от уважаемого представителя православной церкви, повторяю, не часто увидишь и услышишь такие интеллектуально насыщенные и абсолютно не как бы связанные с душевно-духовными словами, которые мы услышали здесь. Поэтому я, в общем, как бы завидую вам отчасти, потому что вы находитесь действительно в регионе, где соединение интеллектуальной, духовности находится действительно в гармонии, в соответствии с набором этих высказываний. Теперь о чем будем говорить. Во-первых, что такое гражданское образование? Во-вторых, гражданское образование и правозащитное просвещение в России относительно того, что делается, и здесь роль Красноярского края, кстати, достаточно велика. Работа над докладом для Государственной Думы, который есть, и я сюда прислал 20 дезинфляров, но при необходимости для вашего мы еще найдем, что прислать этот доклад. Есть ли электроны, видите, и печатаны. Основные разделы доклада и некоторые рекомендации. То есть, по сути, это об опыте достаточно уже длительной деятельности, в которой уже участвовали те люди, о которых и Овчинников, и Болотин, упоминающегося вами, и другие коллеги. Мы говорим об одном и том. Что такое гражданское образование? Вот везде, где я бы ни делал эти презентации, я начинаю с определения, которые я взял откуда. Из проекта закона гражданского образования Красноярского края, который так законом и не стал, из-за частной смены губернаторов, но текст есть. И он, на мой взгляд, ничего лучше пока в такой формулировке общественно-государственной социально-ориентированной системы непрерывного обучения и воспитания, направленной на формирование гражданской компетентности, демократической культуры, удовлетворение потребностей, социализации в интересах личности, гражданского общества и правового государства. Вот именно в таком последовательности, мне кажется, это достаточно четкое и хорошее определение. И главная цель, да, сформировать гражданские качества на основе новых знаний, умений и ценностей, способствующих личности разрешить возникающие проблемы, адаптироваться к изменяющим социально-экономическим и политическим условиям и представлять и защищать свои интересы, уважая интересы и права других людей. Опять же, это взято из преамбула к этому проекту доклада, то есть вот здесь важно, как это родилось. Уважение к правам человека является центральным понятием во всех разновидностях гражданского образования. Это важно очень понятно. Соответственно, преподаватель прав человека, который очень мало досталось, мог, то должно быть активной частью системы гражданского образования. Это отдельная тема. Я сам председатель Следовательского комитета по правам ЧЭП Российской Ассоциации и вот с прошлого года Международная Ассоциация Политической Науки. Но это отдельная тема, и это можно было в руководству и не помнить. Фокусные группы гражданского образования. Вот здесь уже Юрий Геннадьевич об этом говорил, но это школьники и студенты, понятно, что школьники это ваше преобладание, но и сами педагоги, вы хорошо знаете, хотя вы уже достаточно образованные, военнослужащие, сотрудники силовых структур. Очень важно им понимать, что такое общество, что такое права человека. Государственные муниципальные служащие, активисты НКО, про которые говорили, заключенные группы риска и пенсионеры, люди третьего возраста. Опять же, ваша программа 90-х годов, о которой уже говорилось, это пример для всей страны. Это вот коротко. Теперь относительно этапов, потому что много было сделано на российском уровне. В 2002 году при Комитете по образованию и науке Госдумы, когда председателем был Александр Владимирович Шишлов, сейчас он уполномоченный управлен человеком в Санкт-Петербурге, был создан экспертный совет по гражданскому образованию и образованию области прав человека. Паш покорный слуга был его председателем. Его силами был подготовлен проект федеральной целевой программы гражданского образования. Потом со сменой депутатов и Шишлов уже не попал в 2003 году. А я стал работать в Совете при Президенте России по содействию развития гражданского общества. И там она была доработана уже в этом контексте. И вот в заседании комиссии участвует тогда руководитель администрации президента Ларисана Панфилова, это где-то в 2005 год, когда разрабатывалась. И на встрече с президентом России в 2005 году она получила поддержку, устную по крайней мере, и с резолюции готовых предложений направлено в министерство. Однако через полгода из министерства образования за подписью замминистра Свинаренто был получен ответ, что достаточно программы патриотического воспитания и больше ничего не надо. На что когда мы доложили президенту в 2006 году в результате его поручения, он развел руками и сказал, вот видите, что можно сделать с этими чиновниками. Вот так, без опыта общения. Однако проект программы гражданского образования можно найти на сайте гражданской восьмерки, он был представлен в 2008 году. Вот ссылочка на него, он существует. В двух регионах по инициативе коллеги уполномоченных по правам человека в Брянской области в 2005 году была разработана программа гражданского образования. В ряде других регионов уполномоченные проявляли эту. Тогда еще права ребенка не было, часто они вместе работали. Отмечу также очень важным в 2010 году Совет Европы одобрен с артею Совета Европы о воспитании демократической гражданности на основе приоритета прав человека. Соответственно, и Россия взяла на себя обязательства действий в этом направлении. В 2011 году тогдашний президент России вводил документ, то есть тоже важный, основу государственной политики России в области развития правовой грамотности и права сознания граждан. Все они имеют действия сегодня. В Санкт-Петербурге была проведена конференция, мы работали в этом направлении. В апреле 2014 года в Государственной Думе состоялось отширенное заседание экспертного совета под руководством Смолина и с участием уполномоченных по правам человека и представителей энтузиастов гражданского образования. В прошлом году, в январе, Амаскалькова организовала конференцию у полномоченных по гражданскому образованию. Но вот конкретно на основе того, что круглых слов было недостаточно, мы с господином Смолиным, зампредседателя комитета по науке и образованию Госдумы, решили подготовить такой вот доклад для Госдумы, найти проект, о котором я вам сейчас рассказываю. В рамках экспертного совета при комитете по образованию была создана рабочая группа по подготовке вот такого вот доклада. Состав рабочей группы Ваша покорная слуха Татьяна Ивановна Болотина, о которой сегодня уже говорили, Татьяна Ивановна Марголина, она была уполномочена в Перстском крае 13 лет, а сейчас член президиума Совета при президенте по развитию гражданского общества и права на человека. Лукашевский, Сахаровский центр, Торостылев, Гутников, который вместе с Институтом права Петербурга и тоже, наверное, Суслов Андрей, профессор Петра университета из Перим. Что мы делали? Мы, во-первых, готовили доклад, разослали в регионы, получали информацию от кого? От таких, как у вас энтузиастов гражданского образования, от уполномоченных по правам человека, от председателей региональных отделений Российской социаполитической науки. А после этого начались круглые столы. В прошлом году я один из первых, 16 апреля, прошел у вас в Красноярске, где отсутствовался проект докладов, и очень многое из предложений было потом включено в итоговый доклад. На этом этапе подключился и фонд Наумана, который продолжает хорошо работать в Москве. Собственно, они поддержали вот такие поездки в регионы. И 22 июня, такой знаменательный день, в Госдуме состоялась презентация этого доклада. По основе презентации он издан с рекомендациями, и обсуждение рекомендаций уже проходило в этом году, в разных регионах. Это вот участник круглого стола в Государственной Думе. Уполномоченные российские политологи, экспорты, лидеры правозащитных и других НКО, все участвуют. Использовались также материалы, в частности, научных исследований, та самая монография, о которой уже говорил Геннадий. Видите, гражданское образование и предотвращение населения, другие материалы. И вот основные разделы доклада, о чем мы говорим. Гражданское образование и предшествующий опыт, в этом я уже рассказал, основные тенденции и выводы и рекомендации. Здесь есть ряд авторских текстов, в том числе Полотина и других, которые есть, при доступлении с членом Государственной Думы и Совета Федерации. Ну и вот информация из регионов. Во-первых, наличие программ практики, потому что, конечно же, отдельные уроки этого мало, необходимы программы, которые здесь у вас, как раз в Краснодарском крае, развиваются, находят другие. Вот информация. Из Алтайской края реализуется оригинальная программа гражданского образования и детей и молодежи с демократическим ценностями через гражданское образование, которое включает в себя 9 подпрограмм. В Волгоградской области есть областная программа развития гражданского общественного территории Волгоградской области, где входит и гражданское образование. Воронеж, что в гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи совместит формирование в право-культурных и мирарственных ценностей. Это раздел областной программы развития образования. В Кабардино-Балгарии разработан и реализуется проект «Права республики» в Красноярском крае, поскольку, нахоже меня, вы знаете, концепция развития систем патриотического воспитания и гражданского образования и других, вы уже сегодня слышали, в Свердловске есть областная программа правового просвещения, но она реализуется именно разработанным полномочным гуманитарным университетом. В Смоленске есть концепция обеспечения и защиты прав свободы человека и гражданина на 2013-2020 годы, есть международная комиссия по вопросам повышения правовой культуры населения, в Тюмени, развитие гражданского общества с общественной связью и молодежной политикой в 2020 году. В Перми была программа развития политической культуры и гражданского образования населения, продлить ее тогда не удалось, но вот уже в ходе подготовки этого доклада создана была рабочая группа, и я думаю, что будет раздел программ по образованию снова восстановленный в Перми. В Липецкой области была областная программа, в Кировске тоже различные программы, которые мы говорим, в Индушетии единая региональная программа про развитие гражданского общества не принята, и уполномоченный по правам человека в Амурской области Хащева, ваша соседка с Востока, пишет, без системного комплексного программно-целевого подхода работа по гражданскому просвещению достаточно эффективна, полностью здесь в принципе. Поэтому ваш регион в этом плане идет переединиться. Вот конкретно уже теперь по школам, школы и внешкольные работы, внешкольный год, Алтайский край снова, гражданское образование и образование осуществляется через освоение учебной дисциплины, участвоведения, участвоведения, неурочная занятость клуба гражданского образования, школа треератности, школа лидеров. В Амурской области есть на трех уровнях преподается право, в базовом уровне как самостоятельный учебный предмет и на профильном как самостоятельный учебный предмет. В Воронеже, уполномоченный по правам человека активно работает в Рожевской, доктор юридических наук, уроки, ну и по инициативе Москальковой, нынешнего уполномоченного, во всех регионах проходили уроки по правам человека. В Ингушетии, в неурочном мероприятии на тему конституции, в Красноярском крае вашем, в краевой школьный парламент, общественное движение 2004 года, по крайней мере, было, и, в общем, краевые акции. Одна из них, зная свои права, управляя своим учебным, совместно с уполномоченным по правам ребенка. Очень важно. В Липецке был международный конкурс памяти Холокостей, путь толерантности, региональный этап. Перед Креми, понятно, открыта большой, на кухне тоже, олимпиады по правам человека, ежегодная кровавая олимпиада школьников, профессиональных, образовательных, традиционных мероприятий в Сталах Красных и Германии. В Свердловской области там активно работают уполномоченный и гуманитарный университет, вот, перечисляются тоже различные варианты, и там накоплены гигантские опыты, и благодаря вот этим энтузиастам. Но оформлены в виде программы областной нету, это в основном усилие уполномоченного Рознякова из самого опытного сейчас, и Светланы Ивановны Пушковой из гуманитарного университета. Ну вот, молодежная кровавая академия, кстати, отмечу, что в Петербурге, почему здесь мало информации, допустим, даже в молодежном парламенте, его начинали, но потом закрыли, потому что, как мне сказали, конфиденциально боятся, что он станет неуправляемым. То есть, ну, как бы, достаточно большие усилия в Петербурге направлены на то, чтобы ничего неуправляемого не было. Это печально. Высшее учебное заведение. Это следующий этап. Да, это важно. Дети заканчивают, и многие идут дальше. Есть общая российская система. Начиналась макистерская программа, педагогида управления верховным комиссаром, он по правам человека. Был создан консорциум университетов России в 2009 году. РУДАЭН, ГИМО, РГДУ. В 2013 году присоединились в Казанский федеральный университет и Пермский национальный исследовательский университет, потом в Воронежский гуманитарный университет, единственный не государственный ГУЗ из Екатеринбурга, и Уральское государственное юридическое университет. В Амурской области университет программы, которых тоже недостаточно. В Волгоградской области на юриспруденции есть курс лекций по правам человека, отдельные лекции есть в отдельных институтах. В Воронеже, там был опыт, вообще первый капель по правам человека, именно в университете МВД в Волгограде. В Воронеже есть магистрская программа, даже две магистрские программы идут в университете. Ну вот, как правило, по-разному изучают эти темы. Красноярский край. У вас есть Красноярский краевой общественный комитет по защите прав человека, созданный еще профессором Гореликом, сейчас им руководит Назаров, насколько я понимаю. Здесь служба социального сопровождения, преподобедовки, осуждения и освобождения, смысл решения свободы, шахтная встреча, юридальная служба и так далее. Опять же, пример для многих регионов. Вот кафедра в день. Мы относительно НКО здесь говорили, но проблемы, конечно, с ними большие, в том плане, что наиболее известная в России, такой центр гражданского образования, как Московская школа политических исследований, Лена Немировская и Юрия Синокосова. Вот я вчера к вам летел и встретился как раз с коллегой, который меньше, как Алексей Анатольевич, тоже руководитель института, связанным с повышением критикации руководителя, он тоже из этой школы. И Алексей Крешко, которого неоднократно упоминали из этой школы, много научно сделала, я сам там преподавала. Но вот с поиском иностранных агентов, она была признана иностранным агентом, сменила название на школу гражданского просвещения и снова получила. Сейчас она работает, но за рубежом, к сожалению. Езна 97 дней, журнал «Общая тетрадь» выходил. В регионах работают различные структуры, некоммерческие, по гражданскому образованию, но опять же, проблемы с их финансированием и проблемы с этим статусом. В Красноярском крае, ну вот, Красноярская оригинальная общественная организация общества знания, коллега Овчинников открывал и приветствовал вас всех. Это действительно громадного интерна, общественная организация Красноярского края проводила большой, 3 года, 4 года назад конференцию у вас общая российская, в январе я тоже прилетал. Ну и различные проекты. Ну и наконец, уполномоченные по правам человека и по правам ребенка. Здесь уже упоминалось, что по правам ребенка активно участвуют. Это, на самом деле, единственное, должностное лицо высокого рамка, задача которой уходит в продвижение прав человека на ряду с языком. Это вот из закона федерального пополномоченного по правам человека. И во многих регионах они активно работают. Если хватает на это времени, потому что иногда просто не хватает. Это могут быть уроки, занятия по правам человека, конкурсы учебных и студенческих работ в Петербурге сейчас готовятся итоги. Но, конечно, наиболее ценное это инициирование областных программ по гражданскому образованию и правозащитному просвещению. Но у вас, слава богу, и так достаточно людей, которые понимают, что это все необходимо. Ну и, подвоя краткие итоги, рекомендации, которые были, реальные проблемы в целом. Отсутствует ясное понимание, какого именно гражданина мы хотим получить. И есть явная тенденция возврата к модели гражданина СССР. То есть, как сказал один министр одной республики по образованию у нас на педагогическом уровне, какого гражданина ждет от нас власть? Лояльного. Поэтому мы должны только вот этого. Это одна точка зрения. Вторая, что гражданин должен быть критически мыслящим для того, чтобы активно могут влиять на происходящие события. Мне ближе вторая точка зрения. Ну и самая печальная опасность, которую мы выявили в подготовке этого доклада, стоят правозащитных организаций, которые реально работают в области гражданского образования. Просто говорят, мы вам никакой информации давать не будем. Чем больше информации уйдет в государственные органы, тем больше у нас может быть проблем. То есть, правозащитный ряд сильных организаций теряет веру в возможность сотрудничества с властью в области гражданского образования. Надеюсь, что у вас такого нет. Ну и главная рекомендация – содействие системности работы, принятие областных программ, краевых программ, возрождение центров гражданского образования, в Академиях хоздипломного образования. То, что уже упоминалось, что они были инфидированы, частично они возродились. То есть, курсы по правам человека в университетах – это международный к российской специфике. Ну, возможности на социальные номинации, специальные номинации грантов для НКО из оригинальных программ. Ну и в целом, мне кажется, если мы подводим уже некоторые итоги, действительно идти в баланс. Потому что после, может быть, 90-х годов в основном шла речь уже о международных, так сказать, стандартах и правах. Хотя и в России очень много сделано в области корней гражданского образования, гуманитарного права, скажу лишь, что конференции всемирные по гуманитарному аспекту ведения войн, гаатские конференции на рубеже 19-го и 20-го веков, которые заложили основу будущего гуманитарного права международного, были инициированы, знаете, кем? Николая II. То есть, на самом деле, наши российские корни, в том числе, для гуманизации, там были запрещены пули со смещённым самым ровчаром, снарядом, Николай II инициировал, понимаете? Поэтому, когда говорит, что у нас нет корней наших держав, да, это просто не знает своей собственной истории. Вот. Потом пошёл достаточно плотный крен на чисто патриотическое воспитание, иногда переходящее военно-патриотическое церковь. Сейчас, когда вот уже снова что-то там рубить десятку и так далее, баланс надо найти. Человека с глобальной идентичностью, как бы сказали, и любящего свою страну. У нас, в нашем департаменте, работает профессор Акопов Сергей Владимирович, который три года, четыре года назад зачастую в Институте философии докторскую диссертацию на тему транснационализма. А транснационализм – это вот такое представление философское, когда у человека две идентичности. Он, с одной стороны, чувствует себя своим в мире, но он не космополит. У него есть вторая идентичность – привязка к той стране, где он вырос, к тому региону. И вот эта вот двойная идентичность – это то, что, по-моему, будущее за этим. Я очень рад, что об этом как раз и говорилось в выступительном слове, по сути, вашего заместителя министра образования. Поэтому, что еще? Мы ждем предложения. Группа доклад планируется еще один круглый столб. Уже по итогам реализации каких-то предложений. Я думаю, что Красноярск на этом круглом столе будет достойно представлено, судя по всему. Поэтому мы будем очень рады. Я не столько приехал учить, потому что я приехал поделиться тому, что дело сделается в России. И, естественно, один из трендов, который мне ближе, есть и другие тренды, но об этом, может быть, коллеги скажут. Но здесь, в Красноярском крае, поделитесь с вами этим, что я говорю, что эти экземпляры в электронном виде просто я могу прислать всем желающим. И в печатном виде еще могут сюда прислать экземпляры. И это вот как раз то самое сотрудничество, которое идет, продолжается и, надеюсь, будет развиваться в целях того, чтобы наши дети с вами были, жили в свободной России и были вы ответственными гражданами. Все, спасибо. Не уходите, Александр Ильич, извините. Спасибо, что вы сэкономили время на вопросы. Это очень сложная на самом деле тема. Я просто как историк знаю про это. Есть ли вопрос? Нет. Наверное, правильно поставить вопрос так. Есть ли смелые, кто могут задать вопросы на эту тему? Потому что, если рассуждать всерьез, то это очень ответственная тема, связанная с гражданским образованием. Коллеги, у нас будет панельная дискуссия, и вот там вопросы про сущность гражданского образования. Ну, то есть можно как бы сформулировать вопрос и поддержать его до панельной дискуссии. Спасибо, Александр Ильич. Ну, и вот вы сами сказали, перетянули мостик своим докладам в следующей теме. Поэтому, Алексей Вячеславович, вам помогут. Ну, коллеги, я вот не называю должности. Но у вас у всех программы. Посмотрите, пожалуйста, там все очень подробно про инвесы, профессиональные представки. Добрый день, уважаемые коллеги. Хочется выразить благодарность Елене Анатольевне, всем организаторам конференции 11-й Всероссийской научно-практической гражданской образования в информационный век за возможность сегодня присутствовать в шикарном, уютном зале Красноярского института повышения квалификации. И хочется сказать, у нас в Красноярске, у нас в Красноярском крае. Несмотря на то, что в Своде Востока за предшествующие 11 лет часто по линии науки приходилось быть как в самом Красноярске, так и в Северном Приангарии, изучая археологическое наследие нашего края. И прежде чем перейти к самому докладу, хочется сказать о том, что ряд практик, которые мы сегодня с вами увидим, они были апробированы в 2016 году на базе Приморского института повышения квалификации, представленные профессиональному сообществу учителей, вызвали огромный интерес. И заинтересовавшись этими практиками, ряд учителей апробировали их среди школьников при соответствующей адаптации. Но в условиях нехватки такого очень важного ресурса, как время, также хочется поблагодарить всех присутствующих за то, что мы нашли время присутствовать сегодня в этом зале. Потому что не у всех учителей хватало и хватает времени действительно в условиях напряженного рабочего графика заниматься патриотическим воспитанием. Ради этого приходится зачастую жертвовать своим личным временем. Итак, одной из острых проблем, стоящих перед современным российским обществом, является преодоление кризиса патриотического сознания граждан страны. Патриотизм является мощным интегрирующим фактором политической жизни общества. Поэтому высокий уровень патриотического сознания граждан – это залог единства и самого существования государства. Этот вопрос тесно связан с молодежной проблематикой. В молодости наиболее интенсивно происходят процессы социализации личности, усвоения общественных норм и ценностей. Формируются поведенческие навыки и моральные качества гражданина. Поэтому особую важность приобретает процесс формирования патриотического сознания именно у молодежи. В современном обществе роль традиционных институтов социализации, таких как семья, учреждения, системы образования, государственные структуры, религиозные институты, снижается. В этих условиях развития современной России задача формирования профессионального, компетентного, патриотически воспитанного, морального и психологически устойчивого, конкурентоспособного специалиста и интеллектуального патриота остается актуальной. Государство нуждается в образованных, открытых, профессионально гибких, социально ориентированных, глобально ответственных, договороспособных, мультикультурной среде молодых людей с устойчивым духовно-нравственным потенциалом, что подтверждает указы президента Российской Федерации 7 мая 2018 года о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года. Современное российское общество развивается в режиме непрерывных перемен, реформ и трансформаций. Эти перемены, а также динамично ускоренный характер всех социальных процессов предъявляют новые требования молодым людям. Молодым людям сегодня нужно чаще действовать самостоятельно, творчески, а также проявлять разумную инициативу. Помимо этого уметь находить нужные решения в различных ситуациях, сохранять готовность к непрерывным переменам. И все это необходимо осуществлять, не выходя за рамки закона, соблюдая права и законные интересы граждан, что невозможно без феномена патриотизма. В социально-гуманитарных науках патриотизм определяется как любовь к своей родине, преданная своему отечеству, народу, традициям и обычаям, стремление служить его интересам. Отечеству полезным быть. В этой емкой формуле, на наш взгляд, заключается одна из главных целей формирования патриотического сознания у молодежи современной России. То есть, молодые люди должны четко осознавать, что служение отечеству является благороднейшей миссией. По мнению Сергея Александровича Сорокина, патриотическое сознание определяет характер поступков, определяет их целесообразность, мотивы поведения в той или иной ситуации. Патриотическое сознание выступает как единство глубоких и прочных идейных убеждений. Сознание определяет отношения личности к родине, политике государства, характеру общественных отношений, патриотическому долгу, потребностям быть полезным к родине. Сущностью патриотического сознания является историческая сложившаяся система взглядов, норм, ценностей основной массы населения, разделяющих их, а также делом, доказывающих свою любовь и преданность родину. Структура патриотического сознания состоит из двух уровней – чувственного и рационального. Рациональный уровень патриотического сознания связан с сознанием человека истории своей страны, культуры своего народа, его обычаях и традиций, в понимании действительности, в достоверном обобщении исторических фактов. Рациональный уровень представляет собой комплекс взглядов, представлений, идей, направленных на истолкование и объяснение таких высоких нравственных понятий, как чувство долга, чести, мужества, героизма, которые лежат в основе феномена патриотизма. Чувственный уровень патриотического сознания основывается на эмоциональном отношении человека к Отечеству, его истории, культурным традициям своего народа. Отношение к Отечеству всегда оставалось универсальной ценностью, сохраняя индивидуальность своих конкретных проявлений. Именно в отношении к Отечеству человек идентифицируется как гражданин. При этом идея Отечества превращает все многообразие исторических событий в непрерывность национальной культуры. Рациональный и чувственный уровень патриотического сознания, тесно связанный с эмоциональной сферой человека, является основой для проявления различных критических моментов жизни, таких специфических человеческих качеств, как долг, честь, мужество и героизм. Для решения проблемы формирования патриотического сознания в молодежной среде, на наш взгляд, необходимо обратить пристальное внимание на мотивацию непрерывного образования через всю жизнь и введение механизма наставничества на разных уровнях образования. По мнению Марии Эдуарда Мишольженко, важными видами патриотической воспитательной деятельности выступают пропаганда спорта и здорового образа жизни, профилактика подростковой преступности, наркомания, алкоголизма и курения, формирование патриотических чувств подрастающего поколения, воспитание чувства гордости за страну, противодействие религиозному и политическому экстремизму в молодежной среде, воспитание, толерантность, а также включение учащихся в активную созидательную деятельность на благо своей Родины. В образовательных организациях системы МВД при помощи патриотического воспитания, а именно педагогического процесса, целенаправленной, многопланово, систематически организованной и скоординированной деятельностью субъекта взаимодействия, у обучающихся формируется содержание и особенности понятия патриотизма, рациональный и, что немаловажно, чувственный уровень патриотического сознания. В самой структуре деятельности УВД заложены условия формирования патриотического сознания. Это традиции и ритуалы, принятие присяги, на слайде представлено, включение званий и атрибутей. А на примере Владивостокского филиала Дальневосточного юридического института МВД России мы можем это ярко проиллюстрировать. В 2012 году, после двухлетнего перерыва, был произведен набор на первый курс в очном отделении. Этот и последующие ежегодно набиравшиеся курсы активно вовлекались в участие в мероприятиях, согласно плану по патриотическому воспитанию. Он обязательный для выполнения и утверждается на календарный год. Стали традиционными встречи курсантов с ветеранами и действующими сотрудниками МВД, торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, Международному дню 8 марта, Дню Победы, спортивные мероприятия, посвященные государственным праздникам и памятным датам, а также участие парадного расчета в гарнизонных парадах, приуроченных к годовщине Победы Великой Отечественной войны. Исторические экскурсии по городу, посещение захоронений сотрудников ОВД, погибших при исполнении служебных обязанностей. Исходя из того, что одним из главных критериев оценки уровня патриотического сознания обучающихся являются поступки, мы можем выявить некоторую динамику, произошедшую с 2012 по 2018 годы. На первом году службы, обучающиеся на пороге 2012 года, выполняли мероприятия строго согласно плану и старались адаптироваться к новым дальних условиям. А на втором году курсанты стали активнее проявлять инициативу и предлагать свою помощь в организации как плановых, так и неплановых мероприятий. Например, в 2013 году, посетив музей истории органов внутренних дел Приморского края, курсанты стали постепенно интересоваться новыми музеями города, которые в перспективе они могли бы посетить, и просили куратора группы организовать посещение. Вне плана патриотического воспитания, то есть 51% примерно обучающихся на пороге 2012 года, совместно с преподавателем-куратором приняли участие в Межузовском форуме «Молодежь в Приморье без наркотиков», которое состоялось на базе гампуса Дальневосточного федерального университета. При этом курсанты самостоятельно написали сценарий и сняли каракометражный фильм под названием «Альтернатива» о возможности выбора жизненного пути, а также поставили номер с использованием силовой апробатики. Тем самым второкурсники стали подавать пример и в свою очередь привлекать первокурсников к неплановым мероприятиям. Помимо этого курсанты филиала с ноября 2008 года проводят шефскую работу над воспитанниками государственного образовательного учреждения для детей-серот и детей, оставшиеся без попечения родителей в детском доме номер 2 Владивостока. Организовывают эстафеты, викторины, спортивные мероприятия, а также вручают схватки и призы и передают необходимые вещи. За 2014-2015 годы примерно в диапазоне от 79% до 90% курсантов набора 2015 года без дополнительных напоминаний самостоятельно подготавливали и проводили мероприятия на своих юных подшепках. В ходе того, что когда их старшие наставники забывали об этом, в связи с тем, что у них подговорили, обучающие сами подходили и говорили, наступает время, нам нужно готовиться, что нам для этого нужно сделать и как вы можете нам помочь. Схожая динамика увеличения инициативы со стороны курсантов в подготовке и проведении как плановых, так и неплановых мероприятий характерны для других годов набора. Старшие курсы, обладая более развитым патриотическим сознанием, активно передают свой опыт и побуждают наших товарищей к действиям. Еще одной доброй традицией стало проведение в стенах филиала истерической викторины «Своя игра», посвященной годовщине победы, Великой Отечественной войне и «Дня мира на Тихом океане» в сентябре. Если в 2012 году она проходила только при участии команды числа переменного состава филиала, а организаторами викторины выступали сотрудники кафедр, то с 2014 года мы вышли постепенно на межвозовский уровень. Было налажено взаимодействие с Дальневосточной пожарно-спасательной академией МЧС, Тихоокеанским высшим военно-командным училищем имени Степана Васильевича Макарова, Морским государственным университетом имени Геннадия Ивановича Невельского, также Владивостокским филиалом Российской таможенной академии, Дальневосточным федеральным университетом. И в процесс подготовки к проведению викторины по собственной инициативе с удовольствием включились сами курсанты. Отработав технологию «Своей игры» мы стали приглашать в свои стены не только обучающихся высших учебных заведений, но и средних школ, например, старшеклассников гимназии номер один города Владивосток. Около 80% переменного состава филиала посещали дополнительные занятия в спортивных секциях во внеслужебное время. Примерно 20% участвовали в соревнованиях, в том числе на международном уровне. Например, Анастасия Приходько выпуска 2017 года являлась и является неоднократным чемпионом мира по гребле на лодках класса «Дракон». По итогам практики в органах внутренних дел она происходит на третьем утренном курсе руководство райотдела в целом положительно отзывалось о фиксантах филиалов. Но отмечен высокий уровень подготовки имели место поощрение. Из 20 человек личного состава курированной группы шестеро выпускников на туре 2013 года получили дипломы с отличием. Всего на курсе дипломы с отличием получило 9 выпускников. До сих пор, проходя службу в территориальных органах, некоторые выпускники поддерживают связь с филиалом, помогают советам и делам ныне обучающимся, в том числе по подготовке традиционных мероприятий, так как уже имеют опыт и его передают. В настоящее время нами продолжается деятельность по формированию патриотического сознания в молодежной среде, в том числе проведение мероприятий, направленных на то, чтобы вызвать интересы молодых людей, географию, историю России, ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев, знания избирательного законодательства. Систематически осуществляются выезды курсантов и слушателей на экспорсии по Приморскому краю и городу Владивосток. Владивостокская миллионка, Ворошиловская батарея, фортный номер 3,11,9. Посещение музеев археологии Друфу, автомотостарины, Тихотянского флота, Исторического фонда Дальневосточного морского параховства. Для слушателей факультета заочного обучения, переподготовки и повышения квалификации проводятся выездные авторские экскурсии Дальневосточных архоз России. Средний маршрут рассчитан на возрастную категорию лиц с 18 до 30 лет, но на практике в отдельных случаях принимали участие лица младше 16 лет и старше 55 лет. То есть до того доходило, что к Александру подходили и говорили, могу я сказать младшего брата или сестру взять? Естественно, можно. Но при этом требовалась определенная корректировка, то есть адаптация программной экскурсии как в информационном плане, чтобы младшие участники могли воспринимать эту информацию так и в плане движения, потому что физподготовка у всех рамок. Курсанты младших курсов, которыми делятся впечатлениями старшекурсники, регулярно выражают разумные инициативы проведения подобных мероприятий. Слышат старшекурсов о том, что есть такие объекты, как они их посещали. Младшие курсы это, естественно, воспринимают, подходят к тем людям, которые это организовывают и просят их насладить. Причем до начала мероприятия обычно ставят за задание почитать о каком-то объекте. Естественно, не все ее выполняют. Очень приятно слышать. Потом понял, что прошло с этой батареей. Алексей Челович, мы понимаем, что наши предки вложили сюда силы и средства, и мы понимаем, почему отсюда уезжать нельзя. Это как раз как формирование патриотического основания. 1 ноября 2019 года курсанты, слушатели и преподаватели до 30 лет приняли участие в международной просветительской акции «Большой этнографический диктант». По его итогам был выявлен и устранен профил в знаниях о культуре народов России. Тоже принял в нем участие. Мне как раз было 30 лет, и на все вопросы ответил правильно, при том, что у нас в институте был курс «Большой этнографический диктант». Достаточно интересный диктант. Наверняка тоже принимали в нем участие. Если нет, то на следующий год, если будет породиться, рекомендую принять участие. С ноября по декабрь 2019 года второкурсники на двору 2018 года приняли участие в творческом интерактивном студенческом проекте «Я выбираю», организованном усилиями преподавателей и обучающихся государственного академического университета гуманитарных наук в городе Москва. Данный проект реализуется на базе ГАУГОН более 5 лет и ежегодно становится одним из центральных событий студенческой жизни университета. В 2018 году при поддержке Федерального агентства по делам молодежи он был выведен на региональный уровень. ГОГО привлечено 127 почных участников из Москвы и 4849 интерактивных участников по видеоконференциям. Центральным сюжетом проекта является выбором законодательного органа, имеющего условное обозначение Дума Патриота. При подготовке содержательных стержень и концептуальных линий от молодых людей и участников потребовались углубленные размышления о том, что такое патриотизм, родина, страна, народ и прочее. Участники проходили все основные этапы кампании в качестве сотрудников избирательного штаба, вели взаимодействие с электоратом и конкурентами как в реальном времени, так и в социальных сетях и в бактале проекта сети интернет. Мероприятие позволило принять практическое участие в организации проведения избирательной кампании. На реальном примере молодые люди смогли обмунится в процесс применения политических технологий на выборах, являющихся квинтэссенцией конкурентной публичной политики. На наш взгляд, при соответствующей координации со стороны педагогов, старшеклассники и средняя школа могли бы присоединиться к проекту на будущий год. Мы готовы этому задействовать. Здесь на сваде представлено, как загримировали нашего кандидата в правой части свадьбы. То есть ему специально восхо состарили, придумали легенду, что он очень опытный был отправлять, но он на практике показал, что финал будет, скорее всего, 15 января, окончательный будет, что легенду нужно доработать. Наши впервые участки будут на следующий год. А может быть и в этом, может быть и в этом победят. 26 ноября 2019 года курсанты приняли участие в Орденском празднике, посвященном 250-летию учреждения императрицы Екатерина Великой военного ордена Святого Великомученика Петхи Победоносца Георгия, состоявшейся в Российском государственном историческом архиве Дальнего Востока. Курсанты состязались в игре Викторини. Сей Орден никогда не снимай, ибо с заслугами он не приобретает. С командой студентов Школы искусств и гуманитарных наук Дальневосточного федерального университета и эта сборная была преимущественной из истории. На это прошу обратить внимание. Игра включала в себя презентацию команд участников, длится прос, конкурс на знание истории российских и георгиевских наград за 250 лет домашних заданий о гавалерах георгиевского ордена. В течение мероприятия участники продемонстрировали хорошее знание истории, интеллектуальные и творческие способности с успехом справились с творческим заданием, представив видеопрезентации, а также домашние задания на тему гавалеры ордена Святого Георгия. И примечательно, что победила команда форсантов. Форсантов победили историков. Говоря с их руководителем, он сказал интересную фразу, «Демократия, вернее, дисциплина победила демократии». Историки расслабились, думали они профессионалы, придут курсанты юристами и победил. Курсанты дисциплинированно подошли к вопросу и победили. 8 декабря 2019 года в рамках реализации государственной программы патриотического воспитания граждан Российской Федерации на 2016-2020 год на базе до Невосточного государственного института искусства проведен историко-художественный конкурс «Паник Герои», посвященный Дню Героев Отечества среди курсантов высших морских учебных заведений. В данном конкурсе особое внимание заслуживает четвертый этап. Это конкурс на лучший военно-исторический уличный квест «Владивосток-город-морской славы». То есть заключительное конкурсное задание было самым трудным. Участникам необходимо было подготовить легенду, маршрут и презентацию квеста. Молодые люди подбирали исторические объекты города, шифровали вопросы, делали фотографии, самостоятельно перемещаясь по городу, фотографировали, и сочиняли, переписывали легенды. Таким образом, в настоящее время существуют отработанные технологии, при помощи которых возможно качественно формировать патриотическое сознание и на его основе побуждать молодежь современной России полезным для Отечества действия. Этот опыт будет продуктивен, если учитывать его при выработке подходов к решению соответствующей проблематики как в высших, так и в средних учебных заведениях. При должной адаптации ряд мероприятий, рассчитанных на лиц с 18 до 30 лет, возможно проводить у школьников не только старшего, но и младшего и среднего возрастов. Спасибо за внимание. Коллеги, в завершении хотелось бы продемонстрировать вам фильм тот самый интернативный, он назван новобюджетным, потому что не финансировался, но мы можем франшизу предоставить, если у кого-то будет желание его переснять. Или поделиться самим фильмом, чтобы показали своим обучающимся, потому что в основу концепции фильма либо вот так, либо идея, как школьники бить от проблему профориентационную, куда идти после школы. То есть на тот момент, когда он снимался, это были фиропосты. Мы еще не затыли, как учиться в школе, это вот, на их взгляд, как это могло бы быть. Слух есть? Слух есть? Поднимка, пишет. Блин, как уж надоело это, математика, а не двойки. В русский тебе не нравится, по математике я не двойка. Где-то вообще собрался. Слушай, я даже не знаю, как экзамеры буду сдавать, а ты про институт тут спрашиваешь. А, ну ясно. А ты уже никуда поделился, когда будешь поступать? Ну да, я уже документы подал, чтобы улыбиться. Ну, удачи! Так, подскажи мне, когда вы, если уж у вас заняло с тобой, давай будем смотреть по теме, да? Так, подскажи мне, что ты знаешь, что ставить здесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Романа Шухевича, то есть человека, который обсужден Нюрнбергским трибуналом как коллаборационист, как приспешник ГИФРАЦИЯ. Вот в такой ситуации нам приходилось тогда бороться, приходилось изыскивать средства, возможности поднимать общественность для того, чтобы мы отстояли свое право разговаривать на родном языке и учить на нем детей наших, и помнить нашу историю. Ну а после 2014 года всплыла другая проблема. Оказывается, после введения в наших школьных курсах и вузовских курсах предмета «История Отечества» выяснилось, что школьники и студенты имеют громадные пробелы в знаниях, в силу тех причин, о которых я вам сказал уже. И вот во второй практической части доклада хотелось бы вкратце поделиться практическими примерами, как сейчас мы привлекаем молодежь для изучения истории, как мы ее мотивируем. Потому что одно дело преподавать историю будущему историку, другое дело математику или медику, или человеку другой специальности. Ну а равно и старшеклассники тоже, не все, в общем-то, гуманитарного склада, да, есть среди них и тяготеющих физики, математики. Я убежден, что понять историю России школьнику и студенту необходимо посредством воссоздания истории своей семьи. Вот один из методов, на который можно опираться. Как нельзя лучше для этого подходит творческое задание по составлению собственной родословки, генеалогического древа семьи. Перед выполнением задания, ну здесь я уже к коллегам обращаюсь, вот, собственно, как практически это организовано со старшеклассниками. Перед выполнением задания учащиеся инструктируются относительно алгоритма поиска информации о своих предках. Для этого используется беседа с родителями, бабушками, дедушками, составляется предварительный план работы. Древо выполняется на листе Баатмана. Необходимо сказать учащемуся, что сделанный им родословный останется у него на всю жизнь. Вот это очень сильная мотивация, что он не за оценку это делает и не сдает преподавателю, а что это память о его семье, его личной истории. И впоследствии он может возвращаться к ней, показывая своим детям, чтобы они гордились своим родом. Второй ответственный этап работы – это изучение семейного архива, фотоальбомов, вырезок из газет. Тут воспитывается бережное отношение к прошлому. Ну, например, я всегда говорю студентам, учащимся, что не надо брать фотографии семейного архива и вклеивать их. Потому что в генеалогическое древо нужно делать с них копии обязательно. Потому что семейный архив – это очень ценная вещь. Каждый элемент родословный располагается на листе Баатмана, на веточке нарисованного дерева. Вот реальный пример, как его обескатавливали. Имеет такие обязательные подписи, как фамилия и отчество, место рождения человека, проживание, профессия, образование, заслуги, награды и отклики в прессе. И очень интересно находить информацию о своих предках, ветеранах Великой Отечественной войны, с помощью электронных банков документов. Это «Подвиг народа» и ОБД «Мемориал». Вот другой пример. Я прошу прощения за солнечный блик. Но так понравилось генеалогическое древо, что фотографировал его в полевой обстановке. Творческий замысел исполняю. Да, оцениваю всегда по двум критериям. Первый критерий – это доходчивость, красочность, когда человек вкладывает в него душу. Ну и второй критерий, конечно, это полнота информации, представлений. Минимум – это четыре поколения, до прадедушек и прабабушек. Составление генеалогического древа, вот это ресурсы, которые нам предоставляет сейчас Министерство обороны, известный наш Подольский архив, который сейчас оцифрован более чем на 90%, и в принципе любой желающий, условен только в интернет, может нам найти информацию о своих предках, бабушках, дедушках, прадедушках, прабабушках. В том числе такой момент интересный, как наградные листы, которые полагались каждому ордену, медали, и уже даже на базе этого можно провести урок, когда сами учащиеся рассказывают о том, какие подвиги совершили их предки, за что они были удостойны той или иной награды. Располагая данными из родословные, а наши герои – защитника Отечества, учащийся может самостоятельно, уже самостоятельно, изготовить табличку с портретом своего предка и его наградами для участия в шествии Бессмертного полка. Можно провести урок памяти героев Великой Отечественной, где учащиеся подготавливают презентацию на основе составленного генеалогического древа с рассказом о портретах своих предков. Ну и задумка такая тоже у меня появилась в процессе подготовки доклада. Я ее практически не реализовывал, но, возможно, кому-то будет интересно. Год юбилея Великой Победы создать на сайте школы странички, где будут выставлены такие вот самые интересные работы учащихся, может быть, презентации. Для более младших школьников можно предложить такую форму организации урока, как викторина. Она мне тоже апробирована. Например, по теле Петр I – его реформа. Класс делится на две команды, при этом учащиеся поочередно отвечают на вопросы, которые заранее предложены для подготовки учителя. Вопросы посвящены нововведениям Петра, городу Санкт-Петербургу, реформам в армии, образовании и быту. И учащиеся одновременно еще совершают виртуальную экскурсию по Санкт-Петербургу с помощью наводящих вопросов учителя. Достоинство этой методики состоит в том, что отметки получают все учащиеся. То есть это разновидность фронтального вопроса. Ответы оцениваются при помощи картонных карточек, полосок разного цвета. Например, красная карточка – это отлично, синяя карточка – это хорошо, а желтая карточка – это удовлетворительно. Потому что работа основана на высоком темпе, и не всегда есть возможность что-то помечать себе в блокноте. Карточку нужно дать, потом их собрать, и по среднему арифметическому оценить учащихся. В старших классах школы возможно проведение урока истории в форме суда. Для анализа выбираются неоднозначно трактуемые личности нашей истории. Ну, например, Иван Гросс в рамках подготовки к ЕГЭ, или Иосиф Сталин. Защитник и обвинитель при помощи свидетелей пытаются найти положительные и отрицательные стороны их деятельности. А в конце урока учитель уже делает вывод о том, это обязательно нужно сделать, что при всей неоднозначности вот этих вот исторических деятелей, при разности оценок их деятельности среди историков, они сыграли огромную роль в истории нашего Отечества. Ну, например, я всегда говорю учащимся, что вот Иван Грозный при всей его критике, которую можно услышать, дал нам Сибирь. Без него освоение Сибири было бы невозможно просто. И уже за это его стоит помнить и уважать. Даже за мной этого. Такая форма урока, она отлично подходит для воспитания учащихся гражданско-патриотического отношения к нашей истории. Для сомневающихся. Потому что бывает, что учащиеся задают вопрос. А вот я где-то прочитал, он так говорит, как правило, в интернете, что вот Иосиф Сталин совершил то-то, то-то, то-то. Должен ли я его за это ценить, уважать и так далее. А где прочитал? Он называется ресурс, и ресурс этот спонсируется, вы сами понимаете, кем. А когда проводится эта игра в форме урока суда, ну это, ну я называю, деловая игра, у них у всех есть возможность изучить документы, подготовиться и, как говорится, вскоре найти истину. Самое главное умение, которое приобретают учащиеся, об этом уже говорили до сегодня, это навык независимого мышления, практически. Сложные и противоречивые трактуемые моменты российской истории не от угнутых будущим от изучения истории, а лишь усилят желание разобраться в проблемных вопросах. Ну а это для нас ценно тем, что наши дети, учащиеся, не станут уже жертвой западных технологий по искажению и нашего культурного кода, не побоюсь вот даже такого выражения, искажения нашего вопроса, наклеивание исторических ярлыков, демонизация России, используется такая категория. И, наконец, наши дети в будущем уже станут активными и думающими гражданами. Очень хочется на это надеяться. Ну и в качестве заключения давайте будем всегда помнить и, возможно, даже включим это в презентацию, что на примере нашего гражданского патриотического воспитания нужно активно бороться с попытками фальсификации нашего прошлого. Такие попытки предпринимаются. И если кто-то даже из нас, может быть, их не замечает, это не значит, что их нет, они есть. Ну и тоже в качестве такого примера сильного, поучительного нашей молодежи внедряется сейчас в установку, что у нас нечто плохо, за границей хорошо, поезжайте, посмотрите, эталон демократии. Страна у нас огромная, необязательно ездить за границу. Многие из нас плохо, к сожалению, знают нашу страну. А стоит ее знать лучше. Спасибо вам. Коллеги, у нас есть время на вопросы. От себя могу добавить лишь то, что, конечно, сюжетный пример предъявлен и с историческими боями, и с древом. А это то, что мы делаем, вопрос тоже делаем. Вопрос в том, насколько в системе эпизодически, как про это вспоминаем, разовое ли это действие, либо системное. Ну, наверное, это важно. Ну и, конечно, уникальность завершающего докладчика, что это опыт прямого гражданского действия, как бы, ну, то есть он в нем находился. Вопросы на дискуссию оставляем? Да, конечно. В связи с последними событиями, встречи наших лидеров, наших государств, как ваше отношение к позиции в Донбассе в следующий день, так как вы сосед. Ну и могу сказать, какое отношение. В принципе, конечно, была сделана ошибка тогда, когда с самого начала, после 2014 года, эту власть признали легитимной, что нельзя было делать ни в коем случае. Ну, на своем личном опыте, примере, могу пояснить. За свою гражданскую активность, за свою позицию, в том числе во время событий Крымской весны, я властями Украины занесен список миротворец. Многие из вас уже слышали. Ну, кто не слышал, я объясню, что при пересечении украинской границы сразу же я буду арестован сотрудниками Службы безопасности Украины. Ну и по этой статье там грозит до 10 лет лишения свободы. Называется «Измена оптимы». То есть, оказывается, это «Измена оптимы». У них не сборчивается. Как можно чего-то от них ждать и на что-то надеяться, мы крымчане не понимаем никак. То есть, равноценно вести с ними переговоры невозможно. Понятно, что они не самостоятельно в этих вопросах действуют. Но действуют, надо сказать, очень активно. Переписывание прошлого, история у них достигла сейчас апогея. И раскол сейчас, вот что самое страшное, идет уже внутри Синий. То есть, там уже пытаются разделить народы, но это настоящая гражданская война. Те, кто имеют, может быть, родственников, там, в Украине прекрасно в этом знают. Ну как с ними тяжело общаться. А в шейке у вас соединение с Россией вообще рассматривается? Ну она никогда не снималась с повестки дня. Конечно. Другое дело, что население там сейчас затравлено, запугано в крайней степени, и подавлено, и на такие вот акции протеста, которые были в Крыму до 2014 года, они сейчас, конечно, однозначно выйти не смогут. Я имею в виду регионы, кроме Донбасса, остальных, после известных событий 2014 года. Можно позволить себе личный вопрос? Я думаю, это интересует всех так же, как и меня. Вы можете рассказать про свою награду? Да, спасибо за вопрос. Я эту награду очень ценю, я ее очень дорожу. Это медаль Министерства обороны России за возвращение Крыма. Она мне была вручена в Москве. В период крымской весны я свой вклад маленький вносил в наше общее дело. Каким образом? Я опубликовал статьи в тот период. В тот период, когда многие политики колебались, наши крымские, тоже не будем этого скрывать, и не всегда смело, иногда осторожно себя вели. Я писал статьи, направленные на воссоединение Крыма с Россией. Псидоним при этом не брал, свое настоящее имя и фамилию указывал там. в соответствии с нами заслуги. Таким образом, я не знаю. Спасибо, Виктор Александрович. Спасибо большое. Коллеги, я должна объяснить замысел нашей дальнейшей работы. Значит, вот, может быть, это не учитывается напрямую, но программа устроена по модулям, образовательной программы, которая сейчас отробивается по воспитательной работе. Вы знаете, что она устроена как конструктор. И школа из этого конструктора, из этих модулей может выбрать свой набор модулей. И мы так, проектируя конференцию, хотели, чтобы у вас была возможность попробовать понять, что может стать наполнителем этих модулей. Поэтому, значит, ну вот программа имеет смысл читать так. Насколько у нас с вами получится? Ну, это наш с вами вопрос. У нас сэкономилось время на перерыв. У нас 15 минут перерыва. И мы в этом же зале еще раз работаем все в режиме подлинной дискуссии. Очень хорошо следить за временем. Спасибо.